Мы сначала немножко мыть до дологи, потому что очень важно понимать сам процесс и как он происходит. И потом будем давать технологии и обсуждать их вместе с вами. В том числе, хотя это и не планировалось, у меня вчера очень усиленно попросили женщины дать предварительное упражнение по открытию ясновидения. Это дополнительно я постараюсь дать, постараюсь дать какие-какие вопросы, то, с чего нужно начать, то, с чем это уже оторвало. Они уже тысячу лет на земле работают, просто не всегда не знают. А некоторые уже и не торжеются во всех. Вот такие вот картины я вам дам. Значит, сначала о методологии. Первый алгоритм, который надо усвоить, заключается в том, что ментальное управление всей биофизикой, биохимии организма, оно достигается через развитие человека, а не как-то еще. Понимаете? Только через развитие. Многие хотят прийти, получить как подарок. Ты мне дай, ты мне сделай. А я... Через развитие. И причем через духовное развитие прежде всего. У нас сейчас пошло как бы в движение, и в этом учении очень много людей из науки в том числе. И вот, к сожалению, у нас в Москве, ну это уж поляротенекдоты, небольшой компанию, вот случай, компьютер вырвется во время работы. И, ну, человек, который с ним работал, он не знаменит еще, он умеет разговаривать с северами. Вдруг прибегает ко мне и говорит, что компьютер требует, чтобы вы сюда пришли. Он не хочет продолжать... А делали фильм, по сути дела, монтировали по нашим технологиям, а компьютер отказывается это делать. Понимаете? И это ему как бы, ну, против шерсти получается. То есть без него все будет происходить в жизни, а это они этого не хотят. Ну вот, я пришел там, значит, а он вообще вырвался и все. И потом, значит, с Тойотом чего-то обсуждаем, вдруг он опять врубился и говорит, пусть оно идет. Компьютер, разговаривает, понимаете? Вот на уровне парадокса, как бы вот, ну что это? Ну, а если бы это в жизни не случилось, ну как бы я смог такое выдумать и вам рассказать? Это в жизни произошло. Зло так и говорит, пусть он уйдет. И вот Олег и спрашивают, у плата, в которой с ним работают. Почему? Он что-то не понимает, что мои платы не выдерживают его энергию. Говорит, ну тогда врубайся, сделай-то. И начинай монтировать материал. Не буду. Не буду. Говорит, а если мы тебе материнскую плату поменяем на более мощную? Завис. Молчание только раз, и все включилось. И начало работать коганом. То есть, вот как бы аэндот. Но это просто другая реальность. Мы привыкли жить в одной реальности, думаем, что другой не существует. Но вот она. Добавились возможности, в том числе общения. С этой технией не окажется. С ней нужно разговаривать. С ней нужно договариваться. За плату он всю работу сделан. Замечательно. Как только услышал, что он более мощную материнскую плату на стену, так и тут же все было. Ну ладно, это так, отвлечение. Так вот, наша работа с учеными, которые сейчас очень многочислено пошли исследовать это явление, и заниматься, и учиться. Причем приходят очень разные люди. Даже конструкторы космических кораблей стали учениками. Потому что казалось бы, как из Королёвского центра приходят и учатся. И в интернете вы можете найти их выступление по этому полу. Они, оказывается, начинают применять вот эти технологии в своей работе по космосу. Вот, например, была статья профессора Бескина Юрия Боржуевича. Это сподвижник Раёва. Человек, благодаря которому вся гидравлика наших космических кораблей существует. Он рассказал публично, понимаете, это уже в прессе, это в интернете можно найти. Вот выступление его в «Белых облаках», там, где была презентация моей книги, он рассказал, как во французской гавиаре, где должен был запуск состояться космического корабля, вдруг отказала гидравлика. Уже запускать надо, два дня осталось, и ничего не могут сделать. И он вдруг решил применить один из наших методов, то есть диагностики вот этой лентальной диагностики корабля. И ему сразу показали узел, где находится вот эта вот, ну, как бы, поломка или там неблагополучие. Они на следующий день заменили, через день ракета полетела по графику, как положено. И он об этом рассказал. Не побоялся, что его так шизофрениками начнут называть, а кем-то еще. И статья была, и его личные выступления вот на этих мероприятиях посмотреть. Таких людей становится все больше. Но я заметил одну такую вещь, что, как бы, сейчас не в обиду нашему ученому, который здесь тоже себя, что лучше не наученный, чем переученный. Очень трудно изменить ход мышления ученого, который уже, вот, понимаете, в этих константах, в этих прописях своих на мультиках уже настолько увязан, что он из них не может вырваться. Но если вырвается, в них очень идут серьезные изменения. Вот с нами работал, например, профессор Пытьев, это заведующий кафедрой физики МГУ. Он много лет с нами работал, у него очень интересная работа, они тоже обоим гонки. И он прямо описывает подетально, что делали, какие эксперименты проводили. С магнитными полями, в том числе, там очень интересно, вот, с нашим участием. То есть он прямо говорит, вот, Петров, Олепьев, мы с ним работали, и вот, чего достигли, и там эти эффекты, вот, так называемого прямого видения, как он их термирует в своей, так сказать, работе. Вот, таких ученых очень много. Но очень трудно, очень вязко их сознание перестраиваться, очень. Потому что они находятся вот в таких шорах научных. Видите, тысячи лет жили по одному алгоритму. Тысячи лет. И вдруг предлагается совершенно другой алгоритм работы. Работа. Работа через управление сознанием всеми процессами жизни. Не трактором можно строить, там, дорогу. Не краном дом. Оказывается, можно через свое сознание задавать определенные ментальные технологии, принтирование, то есть ментальное, применять, и будет вырастать дом, и будет строиться дорога. Но это один человек сделать не может. Это должно измениться коллективное сознание. Вот почему наибольшие эффекты всегда достигаются в группах. Ни один человек где-то сидит дома, по носу пальцем ковыряется, а что-то там меняет. Нет. Когда сознание всех людей начинает согласованно работать, вот тогда и получается результат. Причем он совершенно очевидно обозначен в науке. Только ученые не знают ответы почему-то на этот вопрос. Я вчера вам говорил об этом. Помните? Как безмассовые квантовые частицы становятся артаскулярами. То есть уже материальные частицы. Как? Вот безмассовые частицы, квантовые меры. И вдруг раз объединился. Сто из массовых частиц получился электрон. Как это может быть? Вот у нас здесь есть очень крупная ученая физика. Мы все знаем ответы на этот вопрос. Нет, там теория. Нет, я скажу. Есть ответы? Ой, мне бы было легче. Смотрите, по крайней мере, согласно современным представлениям, частиц, которые, соответственно, значит, соответствуют массе. Там М стоит, да? С другой стороны, та же самая энергия, это есть произведение частоты на постоянную планку. Так вот что получается? Если происходит резонансный переход между этими энергиями, то физики вполне допускают такую возможность превращения безмассовые частицы в массовые. А откуда берется резонанс? А? Откуда берется резонанс? Согласен, согласен. То есть, по крайней мере, ну, как говорится, везде, в квантовом мире, но это как бы пока постулат, что все передачи между материальными объектами существуют именно в резонансе. Почему? Потому что это самая простая форма передачи энергии без потерь. Без потерь. Понятно, да? Резонанс возникает за счет информационного управления. Правильно. И то, кто осуществляет это информационное управление. Так, если так все подходить, тогда мы можем только сказать, вот наше незнание – это Бог. Все. Понимаете? Все. На этом все закрывается. Вообще-то очень хорошее произведение, на самом деле, это действительно очень точное. Наше незнание – это Бог. Все. Но, но, каждый человек создал по образу подобного. Думаете, это случайные слова Библии? Нет. Это так и есть. Мы тоже Боги. Только потенциальные, не актуальные еще. То есть, у нас есть потенциал, который нереализован. И вот, когда мы начинаем раскрывать постепенно свои возможности, мы также постепенно, не сразу, становимся Богами. Понимаете? А эти частицы квантового мира подчиняются сознанию богов. То есть, чем больше вы стали Богом, тем больше вам подчиняются частицы. Тогда вам не нужны ни тракторы, ни краны. Атомы все сами сделают. Сложатся в какие угодно конфигурации. Станут необходимыми молекулами, более крупными ассоциациями. И выстроятся дороги и дома без всяких заботов, без всяких загрязнений. Только потому, что ваше сознание, оно обоженное. Обоженное, поймите разницу, обоженное, даст имусть, даст построить такую задачу, такую повелительную регуляцию, от которой это все придет в определенное движение. Вот, по сути дела, нас этому и учат быть богами. У нас в голове сотни тысяч нейронов мозга. Каждый нейрон – это библиотека знаний. Причем мощнее, чем наши современные крупнейшие библиотеки. Каждый нейрон. А в активном состоянии от силы 1%. Вот там, где 1%, там мы – люди. А если мы их активизируем и получим доступ во все остальные нейроны, и к этим знаниям, которые там хранятся, мы – боги. Вот он горит. И если вы начинаете на жизнь и на знание жизни смотреть через эту, как бы, оптику восприятия, все меняется. Вот в библейских текстах есть много всяких историй или горий, но понимаем ли мы их. Все не потому, что делаем, не понимаем. Вот, например, есть история о том, как апостолы стали приносить к Иисусу младенцев для того, чтобы он так и крестил. А этот процесс идет по себе, во всех церквях. Везде крестят детей. Наши бабы крестят. А что сделал Иисус? Он отверг. Причем очень категорично отверг. Такой подход апостолов, считая, что каждый человек в своем развитии должен делать самостоятельный и осознанный выбор. Понимаете? Осознанный. Младенец ничего не осознает. Его принесли и крестили. Все. Иисус – это отверг. Церковь – это не отвергает. Потому что церковь – это, по сути дела, обряд веры. Там давно утратили смысл учения в том же Иисуса, именем Которого они все строят. Смысл учения Иисуса один, а то, что они делают – это совсем другое. Причем, видите, с негодованием отверг. В Боге раздражения нет. Здесь надо понимать, негодование – это отрицание. Это не раздражение. Непреклонная позиция, по сути. Вот что такое негодование. То есть привезти детей для учения и привезти детей для крещения – это не одно и то же. С другой стороны, Иисус же говорил «приведите ко мне детей». Это тоже его слова. Но для учения. То есть мы должны научиться все творить ментально. А как творить ментально? Не пощупать, не потрогать, не понюхать – невозможно. Следовать тоже никак. Только допускать теоретически то, или допускать теоретически другое, или третье. А вот таких уже как бы твердых определений нет. Все только как бы в границах допусков. Можно так, можно так, можно так, можно как-то еще по-другому. Но на самом деле подтвердить можно. Прежде всего результат. Если проведено ментальное управление и достигнут результаты, значит, это действует. Правильно? Если это сделал 10, 100, тысячу раз, и тысячу раз получился, это уже доказательство. Когда мы начинали вот это движение, учение для его жизни, наверное, многие из вас помнят, как на нас накидывались, что нас писал у пресса, что говорили на телевизоре. Я же помню, что еще передача Киманова, где там портрет Григорий Петрович Гробовов показывает, на весь экран говорят, ну, я того посадил. Потом вдруг портрет меняется, что же мой появляется на экране. А этот почему еще на свободе? Вопрос. Вот под таким давлением это все начинало. Потом заглокли. Ни слова, ни писк, ни магида. А теперь уже и похваливать начали. Почему? Потому что с новими фактами. Можно спорить со словами. Ты говоришь одно, я в ответ тебе говорю другое. Ну, перепалка такая. Можно сказать, намученная. Можно сказать, как угодно. Но есть ли факты. Куда деваться? Ведь, например, регенерация органов зарегистрирована у тысяч людей уже сейчас. Причем не в одной стране, а во всему миру. И там об этом пишут в газеты. Там об этом рассказывают по телевидению. Вот посмотрите, буквально несколько дней назад появилось мое интервью, которое я делал в Пудобешне, на телевидении. Там рассказывают тоже об этом. Там не замалчивают. Там выступают крупнейшие ученые, вот как есть тоже в интернете, можно легко сейчас найти, директор германского онкоцентра, Лоттер Хермайса, пожалуйста, рассказывали о том, что происходило, в общем-то, в стены, в том числе и в институтах. Это когда я в Гамбурге, как раз в Гамбургском университете проводил семинары, и там это случилось. От рака были через совсем по-другому. У него там врачи болт начали подниматься. Как мы будем дальше резать скальпиями, если мы уже увидели, что можно измечить от рака совершенно по-другому, не калечить человека. Он об этом рассказывает. Да где еще рассказывает? На Международной конференции онкологов. Там в том числе лауреаты, многие скопили и сидели. И меня туда пригласили выступить. Причем? Там было рекламе. 15 минут обычного выступающего, 25 минут добавили лауреатам всяких премий, там международных, всяких различных премий, то есть, и надеюсь, и больше. А меня они там не опускали 4,5 часа. 4,5 часа. 4,5 часа я стоял перед ними, рассказывал. И в моей горевучице была девочка, и фамилия у нее Петри, я забыл, не помню, и Желебова Петри, вот, которая была слепая, пришла на занятия в Гамурне, и мама врача вела. Ну не мама, врач. И она привела ее не в клинику лечиться, привела к нам. У нее вернулось зрение, и она была моей переводчицей, она знала русский язык, и читала тексты, и там все балдыли. Потом, когда закончился, ну, перебывал в конференции, когда выступление закончилось, мы вышли там, что-то опять через... Все эти ученые бросили с ней, там было очень много, чем там, человек 800-1900 собралось там, гигантский зол, весь битком. Чупали ее, ну, не могли поверить, как это, вот человек с ВПО, и вдруг стал видеться. И это все сейчас есть, все в свободном доступе. Открывайте Ютуб, набирайте там любые каналы, или почему-то, и на Ваши каналы, в Казани есть, по-моему, некоторые трудные. Есть ли это? Нет, 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 нет. Выход на Ютуб, где в этой жизни есть. Сейчас очень много сайтов рассказывают об этом в Ютубе, а сейчас это стало темой такой большой, очень большой темой. То есть, вот как все изменилось. От гонений, да, по сути дела, как Невмыватин сказал, да ему надо на баланкинах носить, Невмыватин, который является батареарком российской медицины, объявил себя учеником Аркадия Петрова публично в Центральном доме ученых города Москвы и объяснил. Все, о чем я мечтал в этой жизни, он в этой жизни выплатил. Это же какой поступок к ученым? И вот такие факты нарастают, нарастают, нарастают. Почему? Потому что есть результаты. Если бы было одно говорение, это было бы одно. Ну, раз мы слушали два, на третье всем оно надоело. Правда ведь? А вы приходите уже сколько лет? Многие из вас приходят. Почему? Потому что вокруг вас происходят эти события. Тот изолечился, этот изолечился, этот орган вырос, а даже все здесь происходит. Даже не надо куда-то за границу идти, а здесь в разар. Уже десятки таких случаев, когда выросли органы, с этими людьми можно встретиться. Их можно как там в Штутборде на этой конференции пощупать, если не верить просто в глаза. Но это факты. И факты неотменимые. Так. Сейчас посмотрим, что надо еще. вот очень важный момент. Душа — это матрица мажорственного присутствия в человеке. И она работает на совсем других энергии. Не те, о которых мы говорили, электромагнитные. Это уже не души. Это восприятие уровня сознания электромагнитной души. Она работает совсем на других энергиях. И вот на прозрение души надо опираться. Вообще-то все основные открытия, изобретения, они делаются не путем того, что вот там к единице прибавили другую единицу и получили два. То есть не на уровне линейной логики, а путем озарения. А это уже другая логика, многомерная. Мы еще так мыслить не умеем многомерно. У нас линейные мышления. точка, другая точка, еще одна точка, еще одна точка. Вот линей получилось. Мы так и идем от точки к точке. А Бог мыслит параллельно. Для Него все события сразу и никаких подразделений возник, он дискрет, у Него не существует. то есть мы должны обрести божественное мышление. То есть нам надо отказываться от линейной логики. И вот один из таких прямых текстов Сознателя, а мы учились по текстам Сознателя. Понимаете, то, что я и вам даю это как текст, у нас было как урок. То есть вот был стол, допустим, да, Отец Небесный нам преподавал, была парта, чуть ли погода, большая парта, за которой мы сидели вдвоем с Игорем Алимином. Была доска. Доска была как, по сути дела, как она шла водно, могла показать, могла показать космос, могла показать внутреннее состояние клетки или чего угодно. То есть все, что надо, тут же появлялось как некая картинка. И вот Отец дал такой нам текст. Вот вдумайтесь в него, потому что за внешней постатой текста на самом деле очень большие сложности мира стоят. Но это прямой текст Создателя. Это его откровение. Он так с нами разговаривал, он так нас учил. И он говорил, а кто знает меня в лицо, если не вы? А кто может знать мой возраст, если не вы? А кто мог понять меня правильно, если не вы? И кому я отдаю силы свои, если не вам? А где царство мое, если не у вас? И где сердце мое, если не у вас? Задумайтесь, где вы и что делаете, если вы не во мне? Задумайтесь, где вы, где любовь моя, если не вас? Я никуда не исчезаю, никуда не улетаю, я иду в дом мой, а где он, если не вас? Нет вас без меня и меня без вас. Нет отца без сына и сына без отца. И вот такие вот казалось бы простые слова, но очень, очень, очень глубокие. Они открывают большие призоты нравственного понимания самого себя. и вот я хочу еще дать один такой пример, который дал Игорь Репин. Мы с ним, я хочу раз повторяю, мы все проходили в бою, потому что если вы откроете мебель будущего знаменка ведущего, который он сдал, тритого душа, там как начинается? Двое из трех были с отцом. Двое из трех это мы есть. И вот его текст, он тоже очень интересный. И видел я отца, и говорил с ним, и говорил он, вот сын мой, мир человека, мир Бога, мир ребенка и мир единый. Что видишь ты в душе своей, идущей к ней разными путями и достигшей как границ души, так и центра, знающая входе в организм, как клетки. В одной есть грани, и это норма, а в другой клетке, где есть утолщенная грань, это выход. И говорил отец, я спрошу у тебя его второй раз, что видишь ты в душе своей. И добавил, и не добавлял он слов другого. Я видел душу, на душе я видел развитие мира, глобальное макрособытие. Видел я себя, как и каждый человек. Я посмотрел вокруг и увидел душу свою. Я понимал, что я в душе у отца. В своей душе и своей души я видел весь организм и видел все вокруг. А в центре душе я видел вечный образ, который собирался, как я видел из всего мира, из каждой частицы и одного образ отца небесного. Я видел и понимал, потому что воочию имею встречу с отцом, воочию с ним говорю, слышу и вижу его. Обратите внимание, образ отца собирается из всего мира, из каждой частицы и атома. Это очень важное понимание. С верой своей души я начал настраиваться на центр, там, где яркий свет и отец. И увидел, что душа моя растет в мире, является частью мира, является проявлением мира и имеет связь и связи с каждым человеком. Вот такой очень значимый текст. Он настраивает нас, по сути дела, настраивает текст. Постройщий текст. текст. вас есть какие-то вопросы по этому отрыву? текст. Вопрос задавали все философы, начинают цель и так далее. Вопрос вот как. Если действительно допустить, что все это так, то почему в мире такие чудовищные несправедливости? Это не мой вопрос, понимаете, вы задавали все философы. откуда? Если допустим действительно Бог стремится скажем к такой гармонии сознания равновесия, то почему вдруг такие умели творятся чудовищные справедливости? войны и так далее. первый. Второй момент. Я вот воочию будучи сам что старая ради на хорошо пожалуйста. Потому что действительно вопрос очень важный. Его задаете как только вы. Конечно. Он изучал неоднократно и в наших аудиториях. Поймите пожалуйста хотя бы на уровне физики. Если нет противоположного кольца ну как у нас минус и плюс что образуется? Образуется стагнация. Нет развития никакого. Можно стоять на месте можно прыгать на месте но все это будет на месте. Благодаря тому что мир поделил на противоположности хотя там он единый. Обратите внимание Бог то единый. Мы только что говорили что все в нем все частицы атома. Бог то единый. Но мы поделены на дуальности. Положительное отрицательное мужское женское плохое хорошее все поделено на дуальности. образуется что? Образуется лага развития. То есть то место где мы можем разбиваться и на своей собственной кожаной шкурке испытать и хорошее и плохое и понять что это такое. Я вчера вам рассказал о том что мне пришлось и гипотозу печени болеть и рак и диабет и инсульт чего друг ни было. Пять смертельных заболеваний. Почему? Если бы я не пережил это все на себе где бы я взял сочувствие к тем людям которые этим страдают в этой жизни. Умозрительно это не постичь. Это можно постичь только через проживание через опыт своей жизни. Вот Бог нас готовит чтобы мы понимали и светлое и темное и хорошее и плохое понимали глубинно на уровне собственного опыта личного. Вот есть.